Чистый воздух в плену гаражных кооперативов. Социальные сети заполонили сотни фотодоказательств. За количеством и разнообразием выбросов пристально следит с десяток ведомств. А ВОЗ и ныне там. В конце концов, жалобы посыпались напрямую к губернатору. Решить проблему обязали за столом переговоров в кругу всех контрольно-надзорных органов, городской администрации и задыхающихся жителей микрорайона «Новый город». Одним из первых прозвучало предложение расширить состав мониторинговых групп и подключить к рейдовой работе сотрудников Роспотреб и Росприроднадзора. Если мы анализируем показания наших постов за прошлый год и за этот год, то есть снижение количества выбросов есть, снижение превышений тоже есть, соответственно, наша работа видна. Мы хотим просто усилить и обязать всех предпринимателей, всех, кто оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух, очищать и сокращать свои выбросы. Еще один пост наблюдения за загрязнением воздуха в скором времени установят в районе улицы Столыпина. Атмосферное облако в этой части Заволжья местные жители неоднократно сравнивали с газовой камерой. По просьбам горожан в новой мобильной лаборатории установят систему мониторинга за выбросами бензопирена. Пробы на этот вид канцерогена с этого года исследуют посты Роспотребнадзора. Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения Центра гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области дополнительно именно по предложениям дополнительно введен такой элемент, да, как бензопирен. Вот, исследуются. И пост приближен как раз именно к той части, с улицы Наганова на бульвар Пензенский, для того, чтобы как раз отслеживать эту ситуацию. Довести до директоров школ правила организации уроков на открытом воздухе обязались представители Минприроды и городской администрации. А вот к открытости действий Роспотребнадзора вопросы остались. Нет надобности дублировать действия гидромета. Здесь нет дубляжа, у них нет бензопирена. Речь идет как раз о первом классе опасности для человека, то, что сразу вызывает рак. Взять инициативу в свои руки предложили в Центре управления городом. Пангенч, давайте отдельную страничку сделаем, отдельный сайт в интернете для жителей Нового Города. Вот, я даже обращусь к IT-компаниям, которые помогут это сделать бесплатно. Достаточно много сообщений и обращений поступает именно из Нового Города по вопросам экологии. Вот, все обращения и сообщения граждан должны отрабатываться. Радикальное решение проблемы предложили в областной общественной палате, а именно построить блочную котельную. Гараж, блочная котельная, с тех условиями, подводится газ, разводка идет по всем помещениям. Все, необходимость, да, это затратно. Да, это каким-то образом ляжет на потребителей этого тепла. Это каким-то образом ляжет на плечи тех, кому это нужно, тепло. Но, извините, тогда мы решим проблему от и до. И хотя сегодня экономическая ситуация даже в мировом масштабе оставляет желать лучшего, с точки зрения здоровья, в будущем тратить эти деньги может быть попросту не на кого. Кумулятивный эффект повышенной концентрации заведенных канцерогенных веществ в воздухе несомненно сказывается на здоровье, но не сразу. Нецелевое использование помещений запрещено законом. В таком случае гаражные фабрики необходимо ликвидировать. Без средств к существованию одновременно останутся десятки, если не сотни семей. Компромисс налицо. Если нельзя уничтожить источник, выбросы вполне реально регулировать и предотвращать. На сегодняшний день три мебельных предприятия из ГСК Петров-Овраг уже переехали на территорию промзоны. Яна Федорищева, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.